Анатолий Сергеевич Тишин Анатолий Сергеевич Тишин, в прошлом один из лидеров национал-большевистской партии и редактор газеты «Лимонка», родился в 1967 году. По окончании восьми классов поступил в Московское медицинское училище, где учился по специальности фельдшера широкого профиля, после чего работал на скорой помощи. В 1986 году ушел в армию. Вернувшись, продолжил работу в должности выездного фельдшера психиатрической бригады. Позже был переведен в отдел медицинской статистики. Затем в этой же больнице проработал около шести лет старшим фельдшером в морге. В 25 лет принял таинство крещения в честь святого Анатолия Печерского. Женат, отец троих детей – Григория, Сергея и Варвары. Сейчас Анатолий Сергеевич служит чтецом в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радости в поселке Сергиево. Отец Евстафе – загадка. Почему? Потому что я вот сколько лет его знаю, я до сих пор, и никто, наверное, нет такого человека, который тебе расскажет его биографию, вот как она вот есть. Родился и тынц-тынц-тынц по годам. В таком-то году то-то, то-то, то-то. Ни одного мы не знаем такого человека. Отец Евстафий, он уже был известен на тот момент. Это единственный православный священник, который дал нам интервью. Потому что с нас с большевиками вообще никто никогда не разговаривал с православных священников. Вот. И, может быть, это повлияло. Да не может быть, точно это повлияло. Потому что, ну, понятно было, что если отец Евстафий нас не боится, то, ну, как минимум, нужно познакомиться с этим священником. Почему я говорю, что я хитрый? Потому что замечательный молодой человек Даниил, его зовут, он сейчас обучается в Свято-Тихоновском институте богословском. Он просто пристал ко мне. Он был тогда совсем юный. Совсем юный молодой человек. Вот. Я хочу познакомиться с отцом Евстафием, говорит он мне. А мне не до него было. Я сижу, газету редактирую, он мне просто надоел. У меня были лишние деньги, я просто достал их из кармана. Говорю, дуй на вокзал, покупай билет. Тут же позвонил в Питер нашим товарищам и говорю, пожалуйста, устройте, ребят, встречу вот этому молодому человеку с отцом Евстафием. Через дня три Даниил возвращается с абсолютно квадратными глазами и говорит, отец Евстафий предложил мне остаться у него в качестве сторожа. Ну и все. И вот так вот началось. Сперва в храме Святого Рима Апостола на книге Нёльге Даниил сторожил какое-то время. Потом Даниил поступил в Псковское духовное училище. И я сюда прислал второго человека. Раб Божий Сергей Соловей тоже, значит, где-то подвязался около года. И когда Сергей уехал, то есть сведения у меня были исчерпывающие уже. Об отце Евстафи, о приходе, я знал уже все. Разведка была проведена профессионально. Ну и тут я понял, что все, мне пора. Вот я уже собрал рюкзак, уложил вещи и приехал к батюшке. В 2008 году, а может даже в конце 7-го, приехал к нам в храм с сумками. И мне, честно говоря, вначале показалось, что нужно немножко подождать. Батюшка посмотрел на меня, сказал, приходите через неделю. Через неделю, через неделю потусовался я 5 дней. Через неделю прихожу. Ну, тут уже все без разговоров. Он говорит, значит, так, будете спать здесь. И он пришел. Этот человек оказался, как все нацболы, оказался очень повязочным, трудолюбивым, исполнительным человеком, который любые послушания, которые давал ему вначале я, как настоятель этого храма, святой Ольги в Михайловке, а потом следующий настоятель, отец Алексей, всегда на него можно надеяться, это человек, ответственно выполняющий все самые сложные работы. Он бывал и наверху, на крыше он вычерпал воду из подвала и, наконец-то, сушил его. Ну, вообще, еще он делал Иордане, где мы купались 19 января каждый год. Вообще, честно говоря, этот человек поразил у нас своей исполнительностью и повязочностью. Кроме того, он стал еще интересоваться богословием и поступил в Псковское духовное училище. Приезжал я немножко заранее, чтобы сдать экзамен, меня селили в келье, со всеми этими ребятами и девчатами я общался, чистил картошку на кухне, в череду меня ставили, то есть я послужил с разными батюшками в училищном храме. То есть это очень ценный и замечательный опыт. И, правда, я с такой ностальгией, с теплым чувством вспоминаю Псковское духовное училище. Он хорошо читает, поет, знает церковные действия. Он хорошо, хорош и во вторе. Кто как молится, так и проповедует, значит, я еще недостаточно хорошо молюсь. Ну, это были прекрасные проповеди, они были богословски выдержаны, они были глубоки. Я считаю, что он и проповедник прекрасный. Накануне первой, второй русских революций, там, 17-й год, была масса случаев, когда люди из семинарий и духовных училищ уходили в революцию. А вот обратный путь из политики в церковь, наверное, такого не было никогда. В 2007 году я тоже был несколько в шоке. Вот я приезжаю, весь такой еще не выцерковленный, я слышу периодически отец Евстафий молитву за президента Путина возносит. Вот. Ну, у меня через какое-то время все встало на свои места, потому что если Господь говорит молитесь за врагов своих, то что ж нам за президента-то не помолиться? Ну, уж явно не враг, там к нему по-разному можно относиться, но это же не враг, очевидно. Когда вождем стал врач Вадим Вадим Вадимович Путин, у нас было просто ничего делать. Моя жена дала Горбачеву по морде давным-давно. То есть у меня вполне революционная семья. С Надей я знаком еще до своей партийной деятельности, просто у нас города рядом, мы Тища и Ивантеевка, это не так далеко. Мы в общей тусовке познакомились, то есть знакомым были еще задолго до моей партийной деятельности. Ну, к Михаилу Сергеевичу все относятся вполне определенно, а тут ему премию какую-то очередную вручали. Надькина была вообще идея. Она крутой человек. Это Надькина была идея. Она купила букет-гвоздик. И наша задача была только провести ее на это мероприятие. Вот и все. Она пошла на это мероприятие. Выглядела она там как белая ворона, потому что там все в вечерних платьях. Она в потертых джинсах с букетом-гвоздик. Вышла на сцену и просто по морде цветами Михаила Сергеевичу дала. Вот такая вот у меня крутая жена. Когда началась война на Донбассе, Гриша дважды туда съездил и сделал то, что должен был сделать. То есть он был на передовой и воевал. Я горжусь своим сыном и всегда во всем его поддерживал. В Варе другая история. Она отличается от братьев, потому что ее мы уже определили с самого начала. в воскресную школу и что-то ей там, безусловно, вложили в голову. То есть она, конечно, отличается принципиально от братьев. Но что из девочки выйдет, мы посмотрим. Все. Спасибо, батюшка. Спасибо. До свидания. Интервью называлось так. Моя задача привести вас к Господу Богу. Нас это, мы это национал-большевики. Я могу сказать, что свою задачу отец Хевстафий выполнил. И дело тут не во мне. Я в какой-то момент просто снял крест, и я его не носил. В те времена партийной деятельности. Потому что я понял, что это очень трудно. Ну, нельзя так. Либо, ну, короче говоря, я осознавал, чем я занимаюсь. Ну, не просто так, короче, к отцу Хевстафью. Вот, что там было, с чем приехать. Потому что в какой-то момент я понял, что все. Что, так сказать, вот. Вот я его повесил, я пока хожу без него. Работы нужно было проводить на высоте, ну, фактически под куполом. С Сашей Жаковым мы на пару все это делали. И я признался Саше, что у меня очень плохо с высотой. То есть даже небольшая высота меня пугает. Но она меня сковывает. Я могу это преодолевать, но мне тяжело достаточно. Саша доложил отцу Хевстафию. Отец Хевстафий, приезжая с утра, подзывает меня к себе и говорит, Анатолий, не надо работать на высоте, потому что если вы оттуда упадете, то вы будете кайфовать в Царстве Божьем. А я здесь за вас буду отдуваться. Он правильно понимает мои какие-то весьма искусительные шутки. Ну, вот и все. Понимает ее и ничего не отвечает. Батюшка Бессонница, что делать? Может, псалтыр читать? Надеюсь, что это станет диакон и священник даже, который своей поведочностью и нестяжанием, и другими чертами украсит нашу русскую правоозванную церковь, которая, как вы знаете, находится в состоянии какого-то премонентного кризиса. В общем-то, в общем-то, у меня уже все хорошо. Вот что я хочу сказать. Во! Правильный ответ. У меня уже все хорошо. Я уже в алтаре, я уже спасаюсь, у меня уже все нормально. Ну, я на сто процентов счастливый человек. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...